Всем бодрого настроения, ребята! Сегодня мы распакуем очень интересный робот-пылесос. Я уже все приготовил, давайте смотреть. Называется моделька Dreamy Bot L10 Pro. Мы с вами привыкли, что лучший робот-пылесос это робот-пылесос с лидаром. Они умеют сканировать помещение, в котором убираются, простраивать карту и так далее и тому подобное. Но у лидарных роботов-пылесосов есть один маленький, но недостаток. Этот недостаток заключается в том, что они видят только на уровне высоты лидара. То есть, когда вращается лидар на высоте приблизительно 10 см от пола, он сканирует все вокруг и это он видит. Но то, что находится ниже уровня лидара, какие-то оброшенные игрушки, ступеньки, еще какие-то препятствия, которые там могут быть, он не видит. И пока он на них не наткнется передним бампером, он их не замечает. Данный робот-пылесос, по заявлению производителя, лишен этой проблемы, так как здесь производитель предусмотрел дополнительную систему лазерной навигации, которая расположена на передней части робота-пылесоса. Давайте сейчас посмотрим комплектацию. Я вам расскажу про характеристики. Ну и, естественно, мы это все дело затестим. Насколько это действительно соответствует правде все то, что нам обещает производитель. Первым делом у нас инструкция на английском языке. Возможно, здесь даже есть еще и русский. Так, польский, русский. Все, русский язык есть. А если верить инструкции, работает данный пылесос с приложением Mi Home. То есть, это будет поддержка голосовых помощников типа Алисы. Я сейчас на постоянку дома пользуюсь Roborox S5 Max. И у него действительно есть вот эта вот проблема, о которой я уже сказал. Он не видит ниже лидара. И если где-то ребенок, допустим, бросил какие-то мелкие игрушки. Либо если где-то какой-то провод там, я не знаю, носки вы забыли убрать. Он их обязательно сожрет, понимаете. Он просто проходит и сжирает все это дело, потому что из-за лидара он этого не видит. И если данный пылесос действительно окажется лучше, чем Roborox. При том, что стоит он сейчас дешевле. На него с 8 числа стартует акция. И его можно будет купить за 360 баксов. То есть, это гораздо ниже цены Roborox S5 Max. А по характеристикам, если верить характеристикам производителя, которые указаны на странице, он ничем ему не уступает и даже круче в смысле системы навигации. Если он действительно окажется так хорош, как нам обещает производитель, походу у меня будет новый пылесос, ребята. Отдельно в пакетике контейнер под воду с установленной помпой. То есть, вода здесь подается не капельным типом, а через помпу. Это опять же плюс. Салфетка классическая, держится на липучке и специальной вставке. Такая система крепления используется на всех роботах-пылесосах от суббрендов Xiaomi. Dreamy это тоже суббренд Xiaomi, если кто вдруг не знал. Далее у нас, собственно, сам робот-пылесос. Большой, красивый, черный. Так, в сторону его пока. Здесь у нас небольшая база для подзарядки. Два магнитных контакта. Кабель питания подключается у нас с правой стороны. Сзади никакого кабель-канала для укладки кабеля нет. Снизу прорезиненные вставки, чтобы по полу не скользило. Тут же рядом кабель питания. Вилка наша, европейская. Длина кабеля питания у нас приличная. Метра два. И на самом дне еще лежит маленькая боковая кисточка. Кисточка здесь, как я понимаю, одна. Верхушка у робота-пылесоса пластиковая, глянцевая. Прекрасно будет собирать все отпечатки. Прекрасно будет собирать пыль. Я вот глянцевые роботы-пылесосы не люблю. По той самой причине, что на них очень сильно видны отпечатки. На них очень сильно собирается пыль. И их надо постоянно протирать. Все-таки матовый пластик в подобной технике. Это более выгодное решение. Здесь расположены три кнопки управления. Кнопка включения питания. Кнопка домой. И еще одна какая-то кнопка, скорее всего, зональной уборки. Лидар имеет датчик давления. То есть, если у вас робот-пылесос заехал куда-то под какую-то мебель. И подзастрял лидаром, то сработает датчик давления. И робот-пылесос поедет назад и не сломает себе лидар. Присутствует классический бампер для определения препятствий. И на нем как раз-таки расположена та самая система дополнительной лазерной навигации. Которая должна позволять пылесосу определять какие-то мелкие вещи, брошенные на полу. То есть, мелкие игрушки, провода, что-то еще дополнительное, что вы забыли на полу. То есть, как заявляет производитель, с данным роботом-пылесосом не надо предварительно готовить квартиру к уборке. То есть, вы не должны пройтись по квартире, там собрать какие-то брошенные вещи и все остальное. Просто запустили и он сам будет определять, где что брошено и объезжать данные препятствия. Верхняя крышка подымается. Внутри здесь расположен контейнер для сбора мусора. Вот такой вот он с хепофильтром. В принципе, конструкция очень сильно напоминает S5 Max. Кисточка для чистки пылесоса и среза волос, которые будут наматываться на центральную щетку. А они будут туда наматываться, как ни крути. Справа боку, там где расположена дополнительная щетка, имеется еще один датчик. Этот датчик позволяет пылесосу двигаться ровно вдоль стены. То есть, он когда двигается вдоль стен, отметая мусор от плинтусов, этот датчик работает и позволяет ему двигаться именно вдоль стены, помогая ему, опять же, ориентироваться в пространстве. Устанавливаем боковую щетку. Здесь у нас два контакта для подзарядки встроенного аккумулятора. Аккумулятор, кстати, на 5200 мАч. Это максимальный объем аккумулятора, который сейчас попадается, собственно, в роботах-пылесосах. Есть датчики высоты. Они расположены вот здесь, вот в передней части, по периметру. Если вы будете использовать данный пылесос в своем доме, где есть лестница, где есть несколько этажей, эти датчики позволят ему не упасть с высоты. И, собственно, центральная щетка, которая также имеет подвижное основание. Это необходимо для того, чтобы щетка всегда максимально прилегала к поверхности для уборки. Щетка классическая, гибридная, как бы никаких тут особых изменений больше не придумали. Так, ну что, подключаем, заряжаем и проверяем его работу. Специально не буду ничего в квартире убирать. Посмотрим, насколько он с этим справится. Интерфейс приложения классический. Ничего здесь нового не придумали. Есть кнопка начать уборку. Есть кнопка возврата на зарядную станцию. Уборка комнаты. Уборка всего помещения. И уборка какой-то определенно выбранной зоны. Есть кнопки управления картой. Можно устанавливать виртуальные стены. В настройках можно выбрать режим уборки. Количество воды, подаваемое на салфетку. Можно установить план уборки, чтобы пылесос самостоятельно убирался в заданный день, в заданное время. Можно просмотреть историю уборки, использовать пульт дистанционного управления, найти робот-пылесос, если вы его где-то потеряли. Так, умные сценарии, обновление прошивки. Можно обновить прошивочку. Так, давайте ее обновим сразу обязательно перед работой. Прошивка обновилась. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть в настройках. Во-первых, есть установка часового пояса для робота-пылесоса. Опять же, не очень понятно, зачем это надо. Система избеганий препятствий. Вот эта, о которой я говорил, она активирована. Голос и языковые пакеты. Так, ищем русский. Есть русский, выбираем его. И здесь же можно отрегулировать громкость голосовых подсказок. Погромче. Потише, кому как больше нравится. Есть функция усилитель ковров. Это та самая функция, которая позволяет роботу-пылесосу автоматически понимать, что он заехал на ковер. И увеличивать силу всасывания на максимум, чтобы высосать из ковра, как говорится, всю душу. Есть функция возобновления уборки. Если аккумулятора не хватило, робот-пылесос приезжает на базу, дозаряжается, собственно, и продолжает уже с того самого места, где остановился. Функция не беспокоить, чтобы автоматически он не возобновлял уборку в течение указанного периода. А, ну, короче, чтобы он там ночью не ездил, никуда не доубирался. То есть, если он у вас вечером, допустим, убирается, у него не хватило аккумулятора, он встал на зарядку, чтобы он ночью никуда не поехал дальше шуршать. Вот, опять же, используется данный режим. Ну, и здесь есть уборка шваброй. После включения данной функции робот-пылесос будет напоминать о необходимости очистки ткани по истечении заданного времени. Ну, это для забывчивых, как я понимаю. Я всегда после каждой уборки, собственно, тряпку, которую он моет полы, да, протирает полы, я ее всегда мою и сушу. Так, собственно, в остальном все по классике, ничего здесь более интересного нету. Ну, давайте будем проверять. Робот начинает уборку. О, а крышечка-то не опущена. Вот, плохо, что он не знает, что крышка не опущена. Нету какого-то датчика, судя по всему. Максимальная мощность всасывания заявлена в 4000 паскалей. Это очень хороший показатель. Настраивается она в меню. Вот здесь вот в режиме уборки. Здесь есть режим бесшумный, когда пылесос прям потихоньку работает, чтобы никого, допустим, не разбудить. И есть режим турбо. Как я и говорил, имеется поддержка от Алисы. Алиса тут же определила, что у нас появилось новое устройство и предлагает его добавить для управления через голосового помощника. Робот-пылесос убирает квартиру очень деликатно. Вот здесь вот в этом углу, допустим, расположен стол с табуретами, да, и он туда просто, ну, не лезет. Он игнорирует все это дело. Он вокруг убрал, видит, что там куча препятствий в виде ножек, да, и он туда просто не ломится, а отъезжает эту территорию по, собственно, периметру. Также здесь имеется порожек вот такой вот. Робот-пылесос его без проблем преодолевает. Еще один порог также преодолевается без проблем. Вообще производителям заявлено, что максимальная высота порогов здесь составляет 20 миллиметров. Миски с кошачьей едой. Обычно я эту зону выделяю виртуальной стеной, потому что робот-пылесос не видит их с лидаром. То есть данные миски, они находятся ниже уровня лидара и, допустим, Roborox S5 Max эти миски не видит. И он их постоянно толкает, пока не поймет, что он во что-то уперся. Данный пылесос, как вы видели, прекрасно отреагировал на них и объехал данные мисочки, не тронув. Еще одна комната. Здесь ковер и здесь вот такой вот сюрприз в виде детских игрушек, которые оставил ребенок. Сейчас посмотрим, увидит он их, не увидит. Но, что я сейчас заметил, то есть робот-пылесос на ковре и при этом мощность всасывания, она не увеличилась. То есть он как работал в стандартном режиме, так и работает. Мощность всасывания он не увеличил автоматически. Хотя функция эта включена, но тем не менее он ездит по ковру и продолжает работать в стандартном режиме, не увеличивая мощность на максимум. Так, игрушки. Оп. Ага, он их видит, смотрите, то есть он их пытается объехать. То есть даже маленькие вот такие вот игрушки он замечает и старается объезжать. Хотя, ну, данные игрушки просто максимально сливаются с поверхностью ковра. Все, полностью по кругу объехал препятствие. Классно. Вот эта функция работает шикарно. То есть если вы где-то что-то забыли, то пылесос это дело не засосет. Он объедет данное препятствие и спокойно продолжит убираться у вас в квартире. Это прям, конечно, ну, годное улучшение. Единственное, что как бы непонятно, почему он не определяет данный ковер. Может быть, советские ковры ему не по зубам, я не знаю. Но как факт, как бы данный ковер он определять за ковер не хочет и увеличивать мощность он не хочет. Закончил с большой комнатой, приехал в коридор. Тут еще один коврик. Посмотрим, распознает ли он его. Ничего не происходит. А, не, вот. Вот. Дошло до него, наконец. Дошло до него. Но с данным ковриком дела обстоят получше. Здесь он понимает, что он на ковре. Убирает его, периодически врубает максимальную мощность. С большим ковром, конечно, у него случился какой-то казус. Итак, 25 минут уборки. За это время убрано 22 квадратных метра. Карта нарисована, карта подробнейшая. То есть он показал весь свой маршрут, где он был, где он не был, что он объехал. Все, уборка закончена. То есть он проигнорировал вот эту территорию, где валялись детские игрушки. Он проигнорировал территорию на кухне, где под столом стоит куча табуреток. И он проигнорировал еще вот этот вот кусок. Там у меня куча проводов валяется как бы клубками, поэтому он туда тоже лезть не стал. И теперь он возвращается, собственно, на базу. Едет уверенно, не плутает, так как за счет лидара он точно знает, где расположена база и куда ему надо ехать. Так, смотрим результаты уборки. Ох, давненько в квартире никто не убирался. Но собирал он, конечно, вы только гляньте. И это все за одну уборку. Прям мама дорогая тут. Сколько пыли, сколько песка. Вон на щетке понамотано тоже. Огромная куча. Надо сейчас все чистить и запускать влажную уборку. Кстати, вот как я и сказал, здесь мне не нравится отсутствие датчика открытия крышки и отсутствие датчика того, что вынут контейнер. То есть он этого не понимает. По идее его можно сейчас запустить на уборку, да? Пожалуйста, установите бак для пыли. А нет, он просто об этом не говорит, но знает, что бака внутри нет. Это радует. Немного, но радует. Но, как вы видели, вначале открытая крышка ему не помеха для уборки. То есть если вы вдруг его оставили с открытой крышкой и он поехал убираться в автоматическом режиме, это может закончиться плачевно. Он может ее где-нибудь отломать. Это как бы плохо. Что ж, пробуем влажную уборку. Значит, установлен отсек для воды. Ага, погнали. При влажной уборке в настройках можно отрегулировать количество воды, подаваемой на салфетку из микрофибры. Можно выбрать среднюю, можно низкую, можно высокую. То есть для полов, скажем так, деревянных рекомендуется использовать низкий уровень воды, а для кафеля, линолеума можно использовать высокий, дабы воды поступало побольше. Но это все, как вы прекрасно понимаете, личное дело каждого. Все, влажная уборка закончилась. Робот возвращается на док-станцию. Отцепляем контейнер. Смотрим, что на 25 квадратных метров уборки у нас потратилось буквально где-то, ну, наверное, треть контейнера под воду. Салфетка влажная. Я бы даже сказал, мокрая. При том, что уборка производилась в среднем режиме. То есть она, ну, прям мокрая. Так, еще он тут насобирал, естественно, еще немножко мусора. Куда же без этого? То есть я еще собрал приличненько, так скажем. Вот ходишь, вроде смотришь, чистая квартира. Он тебе привозит и привозит и привозит и привозит. Где ты все это дело собираешь? Опа! Смотрите. Я сейчас во время влажной уборки не мониторил его. То есть он сам по себе ездил. И все-таки где-то коса на камень нашла. Одну маленькую игрушку он таки подсожрал. Это вот как раз из тех игрушек, что валялись, взяли на ковре. Подводя итоги, что хочу сказать. Походу, ребята, у меня появился новый лидер среди роботов-пылесосов. И мой Roborock S5 Max, которым я пользуюсь, собственно, на текущий момент, уходит на заслуженный отдых. Вернее, тупо продается на какой-нибудь интернет-площадке. Объясню, чтобы вы понимали. Та квартира, в которую он сейчас убирался, вот этот вот дрими-пылесос, это не моя квартира. Это мы сейчас в гостях у родственников. И у меня дома ковров нет. Поэтому те небольшие заморочки с автоматическим определением коврового покрытия, которые вы наблюдали, они меня не интересуют. А вот дополнительная система лазерной навигации, которая определяет различные разбросанные по полу игрушки, носки, провода, кошачьи миски, это вот прям огонь. То есть это реально тот робот-пылесос, ради которого не надо готовить квартиру к уборке. Ты просто его запустил, и все, что валяется на полу, он, ну, грубо говоря, в большинстве своем объезжает за мелким исключением. Вот. И это прям очень удобная фишечка. Поэтому, как бы, ну, прям огонь. По характеристикам, опять же повторюсь, Roborock S5 Max, он ничем не уступает. Мощность 4000 паскалей. Преодоление препятствий в 2 сантиметра, как бы, отличные показатели. Батарейка на 5200. Контейнер под мусор, опять же, по объему, такой же, как у Roborock S5 Max. Да, здесь немного меньше контейнер под воду. В Roborock он больше. Но я вам хочу сказать, что, как бы, по расходу, вот, вы можете видеть сами, да, на 25 квадратов ушла треть контейнера. Да, то есть, грубо говоря, на 75 квадратов именно убираемой территории данной подставочки будет хватать. Это прям, опять же, хорошо. По приложению Mi Home. Поддержка голосовых помощников. Здесь есть возможность загружать несколько карт, да. То есть, если вы используете этот робот-пылесос, допустим, где-то в своем доме, у вас несколько этажей, можно сохранять несколько карт. Виртуальные стены. Зоны для запрета для уборки. Зоны для запрета влажной уборки. Здесь весь тот же самый функционал, что имеется в топовых пылесосах от Roborock. То есть, пылик за свои деньги, а он стоит, как я вам и сказал, дешевле на данный момент, чем Roborock. То есть, сейчас, вот, в момент распродажи пылик огонь, ребята. Вот, настоятельно рекомендую. Это, как бы, не реклама. Это, вот, действительно, мое мнение. Этот я оставляю себе, а Roborock продаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова